Бисмиллахаррахманиррахим. Альхамдуллиллах. Вассалату вассаламу аля Расуллиллах. Ва аля алихи ассабих ажмаин аммаба'ад. Продолжим грамматический разбор суры Аль-Аадият, мчащиеся. Бисмиллахаррахманиррахим. Мы остановились на аяте «Ва иннаху аля велика ла шахида». И воистину он сам является тому свидетелем. Прежде чем приступить к разбору аята, упомяну, что слитное местомение Аль-Ха ва иннаху может возвращаться к Аллаху или к человеку. Или же мы скажем, что здесь под местомением подразумевается человек, как приводится в некоторых тафсирах, как, например, тафсира Аль-Джалалейна и в других тафсирах. В этом случае смысл будет таким. Ва инна ль-инсаны били сани хаалихи ай аквалихи уафаалихи лироббихи лаканудан. Поистине человек сам своим состоянием, то есть своими словами, своими устами и делами показывает своему Господу свою неблагодарность. Это правильное, приемлемое толкование. Однако большинство толкователей сказали, что местомение ха ва иннаху возвращается к Исму Аль-Джалале, к Аллаху. В этом случае смысл очевидный и ясный. В качестве уящивания и предупреждения человеку, что Аллах видит его и воздаст ему согласно его деяниям. Аллах это харфа Атун, союз, мабниу аль-Фатхи, с неизменяемым окончанием, с фатха на конце. Инна это у нас харфа Тавкидин, уназбин, частица усиления, ставит имя в состояние нас, в винительный падеж, а хабар в состояние нрав, в именительный падеж. Танцабулисм, утарфаул хабара. Мы несколько раз подробно поговорили об этой частице в предыдущих уроках. Харфан мабниу аль-Фатхи, частица с неизменяемым окончанием, с фатха на конце. Аль-Ха это ломиру нуттасын, слитное местомение, мабниу аль-Фатхи с неизменяемым окончанием, с лома на конце. Фи махалли на спин, на месте падежа, на спинительный падежа. Исму инна, исм, имя частицы инна. Аля-Залике, аля-это харфу Джарм, предлог родительного падежа. Мабниу аль-Фатхи, с неизменяемым окончанием, с постоянным, неизменным суконом на конце. Аль-Ха это исму и шараты, указательное местомение. Тундаку альфу аха, хуна вала туктабу. Альф, который читается, но они обозначаются здесь, на письме. Мабниу аль-Сукуни, с неизменяемым окончанием, суконом на конце. Фи махалли Джарин бя'ала, на месте падежа, родительного падежа, посредством харфа аля. Аль-Лам, после указательного местомения, это у нас лам-буды. Лам-дальность, харф указывающий на дальность того, на что здесь указывается. Мабниу аль-Касри, с неизменяемым окончанием, с касри на конце. Валик аль-Касри, на конце, это у нас харфа хитобин, харф, обозначающий второе лицо, аль-Мухатаб, то есть тот, к кому обращаются. Мабниу аль-Фатхи, с неизменяемым окончанием, с неизменным фатха на конце. Ля-Шахидун, грамматический разбор этого словосочетания, точно такой же, как и у ля-Канудун. Так, лам, это у нас аль-Музахликату, скользящая или перемещаемая лам, во избежание встречи двух харфов в начале одного и того же слова. Харф, мабниу аль-Фатхи, с неизменяемым окончанием, с фатха на конце. Шахидун, это у нас хабару инна, хабар частицы инна, марфу амбия, поставлены эти частицы в состоянии раф, именительный падеж. Ва аламату рафа и признак падежа рафа в этом имени, аддаму тазахирату аля ахирихи, явно аддаму на его конце. Ва инна ма асмиха ва хабариха, частица инна со своим исмом и в хабарам, все это джумляту нисмиятун, именное предложение, ма атуфутун аля джумляти джавабили касмим. Соединено союзного вау с предыдущим ответным предложением, мимма ягни аннаху ла махалла ла хаминали араби касабикатиха, что означает, что это предложение, так же как и предыдущее или предшествующее предложение, предшествующее ему, предложение не будет иметь места в падеже. Следующий аэт это ва иннаху ла хаббил хайри ла шадид. Воистину он страстно любит блага. Грамматический разбор этого аэта точно такой же, как и у седьмого аэта. То есть у аэта ва иннаху аля велика ла шагид. За исключением того, что в аль хаббил хайри хабб это у нас калиматун муарабатун, слово с изменяемым окончанием, исман маджрур миллями, имя поставлено харфом лам в состоянии жар, родительной падежи. Во хаббе это у нас будет мудаф, так же хабб является первым членом изофятного сочетания, изофятной связки, или же скажем, изофятной конструкции. Аль хайра это его мудаф, или вторая часть изофятного сочетания. Маджрур мил мудаф, поставлен мудафом в состоянии жар, родительной падежи, и так далее. Потом уже валь жумляту лисмиту хадзи, то есть это именное предложение, ма туфутан аля жумляти инна линсана, связанное с предложением инна линсана, поэтому лидзалик ла махалля лахаминал ирабы айдан, поэтому оно тоже не имеет места в падеже. Аллаху алям.